С этого года диспансеризацию может проходить как работающее, так и неработающее население в возрасте от 18 до 90 лет. Она не распространяется на людей, занятых на вредных производствах, проходящих ежегодные медицинские осмотры. Нынешняя диспансеризация в Солнечногории началась в марте, но по данным руководства Солнечногорской поликлиники, пока медобследование прошло небольшое количество жителей. Народ не любит, наверное, себя, не хочет обследоваться. Многие боятся, что у них что-то найдут, то, что не надо. Я считаю, что каждый человек должен следить за своим здоровьем, за здоровьем своей семьи. Вряд ли люди не проходят спонсоризацию из-за безразличия к собственному здоровью. Нежелание лишний раз посещать медучреждения, скорее всего, имеют другие причины. Врачей не хватает, они все нервные, зарплаты маленькие, они все ругаются. Если я прихожу к знакомому врачу, тогда отношения нормальные. А если не к знакомому, то ненормальные. Это бардак. На самом-то деле обслуживание ниже, если в пятибалльной шкале, это единицы. Не очень хорошее было обслуживание. Иногда очень такие хорошие врачи, когда все объяснят, все расскажут. Вот с сестрой относятся хорошо, врачи тоже некоторые, а некоторые плохо относятся. Обслуживание хорошее. Я заплатила, проходила без очереди. В регистратору придешь, это надо, предварительные записи у нас существуют. Но если придешь туда, не рядом живешь, придешь, потом запишем. Вот так отвечают, предварительно. Ну, чтобы записать предварительно, она сидит, к ней на козе не подделишь. Жители недовольны ситуацией, когда один и тот же врач ведет обычный прием и обследует людей, проходящих диспансеризацию. У руководства поликлиники есть объяснение этой проблемы. У нас нет стопроцентной, даже 90% укомплектованности медицинскими работниками. Но если вы заметили, у нас отдельный кабинет открыт, и там отдельно идет диспансеризация. Еще одна претензия людей – отсутствие возможности проходить в рамках диспансеризации только тех врачей, в которых они реально нуждаются. Ну, стандарт есть, вправо-влево ничего нельзя. То есть я хотел пройти, допустим, УЗИ, потому что я несколько лет назад переболел острым панкреатитом. Но согласно того стандарта, который, так сказать, разработан, я не попадаю. Заведующая поликлиника пояснила нам, что для диспансеризации существует жесткий регламент, а для свободного выбора узких специалистов у посетителей есть возможность пройти бесплатный профилактический осмотр. Чтобы сделать собственный вывод о качестве диспансеризации, я решила сама в ней поучаствовать. Отношение медперсонала ко мне было хорошим. Может быть, причиной тому послужила телекамера. Но пока я проходила осмотр, люди, ожидающие приемы, возмущались. Почему врач тратит на журналиста много времени, а их принимает за несколько минут? Да, у меня глазной 32. Да не старайтесь, вы не нервничаете. Не могу, потому что сидеть столько. Я вообще очень. Я иду, я иду. Вы пойдете? Я иду. По окончанию диспансеризации мне показали и объяснили результаты. Кроме этого, врач выписал специальную диету. Нашему знакомому Сергею Васильевичу диспансеризация в целом тоже понравилась. Мне понравился еще невропатолог. Он посмотрел остеохондроз и сразу мне выписал направление на массаж. Но у нас остался еще один вопрос. Считать ли диспансеризацию эффективно, если за три года между такими осмотрами у человека может развиться серьезный недуг? Заболевание может развиться и в течение одного месяца, и в течение двух месяцев. Поэтому мы вас просим, пожалуйста, не занимайтесь самолечением. При появлении каких-то симптомов всегда обращайтесь к своему участковому терапевту. Он вас обследует на данном этапе. Если вам нужна будет какая-то специализированная помощь или осмотр русских специалистов, он вас направит. Если вы хотите сами пройти диспансеризацию и составить о ней собственное мнение, обращайтесь по телефону 64 52 22 или в кабинет Солочногорской поликлиники номер 106. Помните, что диспансеризация способ профилактики. Лучше болезнь предотвратить, чем лечить ее.